Урожай этого года из Узбекистана задержала самарская таможня. 14 тонн нектарина отличного качества. Правда, вместе с фруктами в Россию приехали и насекомые-вредители. Восточная плодожорка – гурман экологически чистых продуктов. Чтобы сохранить груз, собственник решил избавиться от биологических ракетиров. Сейчас будем чистить и дальше. Может, Самар остается, может, куда-то в Москву. Это они сами решают собственники. Плодожорка – бабочка карантинная, потому что размножается насекомое космическими темпами. За сезон может появиться четыре поколения бабочек. А это, по оценке экспертов, гибель всего урожая плодовых. Данный объект является очень серьезным вредителем плодовых растений. Он повреждает как и плоды самих подобных срождений, особенно косточковых, так и молодые побеги, что приводит к дальнейшей гибели всего плодового дерева, что может повлиять в том числе на продовольственную безопасность. Спецотряд по уничтожению вредителей прибыл вовремя к комбинезону противогаза шланги. Газовая атака длится около часа. Концентрация газа, которая применяется при данном виде работ, она безопасна после проветривания продукции. Продукцию можно смело пользоваться, потреблять после обработки. Обычно, достаточно водой, просто как. Это делается с любым другим продуктом. За последние 8 лет это первый случай попадания восточной плодожорки в Россию. И то популяцию остановили и уничтожили еще на границе. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.